Утро в единой дежурной диспетчерской службе Сергеево-Посадского района. Планерка подведения итогов за прошедший месяц, награждение отличившихся. Небольшой урок, на котором расставляются акценты на актуальных проблемах. Летом и осенью много говорят о заблудившихся. Стандартный опрос заявителя. Потом, обратите особое внимание обращать на зарядку телефона. Первый вопрос, какой у него телефон? Смартфон или простой телефон? Это обязательно уточним. Понятно, да? Какие возможности? Дальше, если это смартфон, то спросить уровень заряда телефона. Это один из вопросов, обязательно. Если уровень заряда небольшой, попросить включить энергосберегающий режим. На смартфонах это есть, вы это прекрасно знаете, да? Да. Если простой телефон, попросить телефон отключать на 30 минут, и через 30 минут его обратно включать человек, чтобы человек мог находиться на связи. В сентябре подмосковная служба 112 модернизировала систему поиска людей. Теперь, если человек отправляет запрос о помощи через приложение 112 Московской области, его положение на карте отображается гораздо точнее. В запросе можно указать, что с вами случилось, написать комментарий, например, отметить, что требуются какие-то лекарства, прикрепить фото. После этого позволить системе определить ваши координаты и отправить запрос. Если говорить о развитии, раньше поиск составлял сутки, то есть отсчет шел на сутки, двое, трое суток. Потом отсчет шел на, бывало, на десятки часов, вот, бывает в последнее время уже там по три, пять, семь часов, да? То мы надеемся, что сейчас время будет в основном ограничено прибытие спасателей в тот район, где будет находиться этот человек, если он будет использовать мобильное приложение службы 112. В некоторых случаях диспетчеры службы 112 по телефону выводят заблудившихся из леса. Система позволяет отслеживать перемещение человека после его обращения. Соответственно, оператор может направить потерявшегося в сторону ближайшей дороги или населенного пункта. Единственное условие – у человека должен быть с собой заряженный мобильный телефон. Александр Бурмистров, Антон Коврежных. Программа «События».